Здравствуйте, друзья! У нас такой неожиданный, можно сказать, сюжет с Олей Брукман. Ну, покажи рукой, что это ты, Оля Брукман. Это я, привет! На всякий случай. Это Оля Брукман, это блогер. Недалеко здесь живет, в Петалуме. Сколько ты добиралась до нас? Полтора часа. Полтора часа. Ну, относительно близко по американским масштабам. Ну, дефтрафик. Да. И Аня. Аня у нас не блогер, но, можно сказать, фанатка. Можно сказать фанатка? Конечно. Вы, друзья, знаете Аню. Она, помимо того, что периодически у нас бывает в сюжетах, она однажды присутствовала голосом за кадром, когда мы снимали «Мам-сын», и Аня была на камере. И вот если вы посмотрите этот сюжет, то вы услышите, что она там комментирует и так далее. Поэтому, значит, у Ани есть интуитивное такое чувство. То есть, когда она, какой-то сигнал сверху получается, у нас в офисе блогер. И она в этот момент, оказывается, тоже у нас в офисе. Она, может быть, не специально, но вот что-то ее внутренний голос ведет. Да. Да. На самом деле, на самом деле, Аня пришла. У нее есть формальный повод, потому что она получила два офера, и не знает, какой выбрать. Это, друзья, большое горе. Когда у тебя есть возможность. Да. Когда есть выбор. Когда есть выбор. Да. У меня однажды был случай, я тебе расскажу. Вон туску нужно показать. Да. Мы на доске, у нас справа расписывали две компании «За» и «Броди». Да. Вихаев говорит, «Толю жду, не могу». Я говорю, «До две минуты». Короче, была у меня девушка одна. Она месяц искала работу, и ничего не было. И она очень переживала. Это давным-давно было. Я тогда работал в «Лотусе». Это был где-то год 95-й. Ну и, короче, и дальше ей в один день дали из четырех мест сразу. И она плакала. Вы не видите, как она, бедная, плакала? Она не могла сделать выбор. Она металась. Это у нее первая работа была. И, в общем, ну и мы с ней сели, мы смотрели там и туда-сюда. И оказалось, что один из четырех оферов был прямо в «Лотусе», в той же лаборатории, где я работал. И это решило все вопросы. Она говорит, «Все, ты будешь мне на месте помогать». Она в Адобе сейчас, да? Я по ней с ней имею. Слушай, это 20 лет прошло. Ты чего? Да вот я стою. Могу сказать, что она из Киева. Лена? Она из Киева. У нее трое детей. Лена? Нет. Ну, неважно. В общем, короче, да их много тут у нас. Короче, к чему я рассказываю, что это очень сложная проблема выбрать из двух один. Хотя в ситуации с Аней мне кажется, так получилось, что у нее и в одном месте было и денег больше, и к дому намного ближе, и работа интереснее. Поэтому ее переживания можно объяснить просто тем, что она женщина. Потерялась в выборе. Нет, ну вроде бы мы все решили. А потом я позвонила своему бывшему каворкеру, девелоперу Индус. Он говорит, нет. Я говорю, зачем тебе назад Сиско? Иди в Валмарт. Ну, мы решили, что Сиско лучше. Ну, у меня начались сомнения. Если бы бренд какой-то был, допустим, был бы какой-то, я не знаю, там, ну, на море, Оля подскорбит. То-нибудь. Да. Не знаю, там какой-нибудь... Самсклаб там. Был бы там какой-нибудь... Да, там новый Сиско. Был бы какой-то Бугачи, там, знаешь, или что-то такое. Ну, не знаю, там... Ну, не знаю, там... А таксиско, как там, как же они произносят роутеры? Не роутеры? Они там произносят в Украине и в России роутеры. Ну, как написано, так и произносят. Я ж теперь и нетворк должна буду учить. Хорошо. Я говорю, не знаю, но... Так, Оля, давай мы, значит... Перейдем к Оле. Олю. Анечка, можешь сказать, что ты Олина фанатка тоже? Ты смотришь, Олю? Вот обратной связи нет. Теперь будет. Теперь уже вот телефоны лежат. Хорошо. Теперь будет. Значит, Оленька, такой вопрос. Значит, у меня сейчас есть такой сериал, я это называю, там, интервью с блогером. Ну, во-первых, ты у нас не первый раз. Во-вторых, ты не такой блогер, которого там надо раскручивать. Если ты, в общем, у тебя там 1025, тогда не меньше подписчиков. Поэтому у нас с тобой не то, что интервью с блогером, а так вообще за жизнь. Ну да. По-соседски. Мне очень нравится сюда приезжать. Да. Хорошо. Значит, ну ты не на велосипеде, я надеюсь. Нет. Я привык, что ты в каске. Я на велосипеде. Я просто сказала, Оля позвонила 15 минут назад. Она говорит, наверное, заблудилась. Блондинка, да? Я заблудилась. Я каждый раз заблудилась. Я не говорю. Это я шучу. Я позвонил Оле и говорит, ты там где? Она говорит, я блудишь. Машина говорит через 12 минут. Прошло, может быть, три. Я туда проехала. Сюда. Ну, красивое что-нибудь. Одновое место. Хотелось покататься. Значит, ничего. Оля, давай мы поговорим о блогерской жизни. Вот в блогерской жизни есть радости? Какие? Сейчас я ведь подумаю. Постоянно бывает такое желание от этой радостной жизни все прекратить. Вроде бы радость есть, ты хочешь людям. Вот у меня вот это вот, я все время называю переполненный сосуд. Вот я когда сюда приехала, и ты наполняешься информацией, наполняешься. Я все сидела, строчила в одноклассниках. Вот это вот рассказывала. И получается, ты начинаешь переполняться, и тебе надо эту информацию выплеснуть. Ты вроде бы ее выплескиваешь от доброго сердца. И ты радость получаешь. Но много ведь хороших людей, которые как бы это воспринимают нормально. Вот. И вот это радость, конечно, есть. А вот эти-то вот, как их называют? Вы знаете, что я тебе скажу? Вот когда человек, например, вышел на балкон, да? Вышел человек на балкон. Вспомни, вот как мы жили в СССР. Вышел на балкон. И у него была потребность. Ее переполнял, он плюнул вниз. И люди, которые из других балконов на него смотрели, у них была радость. Им было интересно посмотреть. А кто так шел снизу? Да. Люди делились на две категории. Которые с тобой и которые не довольны. Тут же, что не могут плюнуть, никто же еще не знает, что это ты плюнул. Ты потом пришел. Я хороший, белый, пушистый. Да. Ну хорошо. Ну он плевал кого-то. Да. Но есть радость какая-то? Ну конечно. Но это я не знаю столько. Во-первых, это информационное поле огромное. Вот огромное для человека. И я вот тут вот буквально на днях поняла, что вот YouTube это такая сфера у нас вот, в которую некоторые люди ведь еще ничего и не знают. Это молодое направление. И вот бывают люди, которые туда вдруг неожиданно попали. Вот от этого поля информации у них крышу вообще сносит. Во всем. 10 лет недавно отмечали. Ну это как бы молодое ведь направление в общем-то. В России это тоже молодое. Там вот я пока не приехала, своими знакомыми не рассказала. Никто не знал об этом. Я сама-то тут в Америке узнала. Люду Форину первую нашла. И все. Я вот тоже вот в эту погрузилась в информационное поле тета. И это ведь за такой короткий период столько можно вот узнать всего. Взрыв мозга. Да. Взрыв мозга. И меня вот как бы сейчас пугают. Допустим такие вещи. Я тут сидела хвалила. Говорю, ой блогеры. Это же вообще такие люди. Информацию несут людям там. Вот они как бы это все доносят. А тут я призадумалась. А ведь мы же не знаем статистики того несчастных судеб. Которых мы там разбили. Потому что вот мне пишут сейчас женщины. И они вот насмотрелись меня. Я сижу там хихикаю и все. И они начинают думать, что тут вот ну вот все вот так вот радужно. И они смотрят на своего мужа уже совершенно другими глазами, с которым 20-25 лет прожили. И они думают, что сейчас они его бросят, выйдут замуж за американца и у них начнется совершенно другая жизнь. Такая легкая, беззаботная, ну королевная. То есть есть такие? Таких очень много. Нет, то что допустим она на мужа смотрит и что-то видит не то, я понимаю. Да, но она начинает уже совершенно по другому смотреть. И она увидела путь, допустим в Америку вот эти вот женщины. Они увидели вот этот путь и они как бы вот видят блогеров. Все же блогеры тоже ерунду то всякую не рассказывают семейную эти все склоки. Все же преподносят у меня такой муж, у меня такой муж. Ты им в следующий раз скажи, вот Миша Портнов скажи, мне рассказал философскую мудрость. Скажи. Ну-ка послушаем. Сара, то что мы столько лет принимали за оргазм, оказалось асквой. Понимаешь? И вот, понял? Поэтому, понимаешь, женщины. А ты же так как, а? Женщины, которые думают, что они сейчас тут, значит… Да, как бы там все. Уйдут от астмы. Да, я просто думаю, что если человек не решился там за 20-25 лет жизни со своим мужем там, ну вот как бы на этот шаг, то ему потом это сделать очень тяжело. Тут и квартирные вопросы, тут муж еще там так озлобится и все. И я про то, что вот может быть многие женщины даже поломали свои семьи, глядя вот на нас. Есть случаи? Ты знаешь, что есть? Наверняка есть, конечно. И в итоге ни к чему не пришли, как бы. Сейчас вот тоже найти американцев. Ну все что-то американцев сейчас ищут. Это вот все из-за ютюба, из-за ютюба. Потому что вот мы сидим, вот и хи-хи-ха-ха. Ты им скажи так, ты им скажи, девки, кто хочет замуж за американца, независимо от возраста, значит, вы должны проверить себя, пока вы еще там. Ой, вот это точно. Я не это говорил. Вы должны пройти бесплатный курс по тестированию, найти работу на месте, получить ходобую в Америке профессии, тогда на вас совершенно другой мужик пойдет. И научиться зарабатывать деньги хотя бы даже в России. Потому что ведь если ты уходишь от мужа, допустим, ты должна на ногах, ты должна или моральную поддержку колоссальную иметь от родителей, или хотя бы материальную. Потому что это ведь не так просто зева и ушла, и никуда, и ты должна встать на ноги, наверное, сначала. Слушай, а вот знаешь чего? Давай так, ты у нас будешь специалистом по семейным вопросам, поскольку у тебя много девчонок, которые хотят замуж выйти. Я читал где-то, боюсь собрать где. Статистика. Типа статистики. Вот это вот. Обычно ты знаешь, что происходит? Обычно ты слушаешь какой-то вебинар, семинар, и там приводятся какие-то данные, и ты первоисточника не знаешь, а только знаешь, что кто-то, в принципе, заслуживающий доверия, об этом говорил. Вот какой-нибудь там, я не знаю, там, джорн, ну нет, ну есть люди. Большие такие паблик-спикеры об этом говорят, такие, motivational speakers. Вот говорят, что 70% американских семей, 70% американских семей дисфанкшнл, то есть они не функционируют как семья. То есть есть мужчина, есть женщина, может быть, даже они там периодически вступают в какие-то отношения близкие, так сказать, но при этом семьи нет. То есть каждый живет какой-то своей отдельной жизнью, кроме там бюджета, уплаты таксов или там места проживания, их не связывает ничего. Если бы тебе сказали, Оль, вот твое представление о российской жизни, о российской семье, да, вот ты же относительно недавно, да, сколько ты в Америке? Два с половиной года. Два с половиной года. Два с половиной года. Вот по свежим впечатлениям, вот какой процент российских семей, например, с твоей точки зрения, вот там, где ты жила, там в Екатеринбурге, дисфанкшнл, вот они такие не чисто формальные семьи там нет. Вот я вот так вот, наверное, больше скажу, что в России, ну, как бы вот, не то, что даже в моем окружении, а больше вот таких вот пар, наверное, где все тянет женщина, и мужчина в том числе на себе. Вот эти мужчины, вот как бы вот, и женщины очень дорожат мужчинами, вообще. А я слышал такую тенденцию новую, что вот они как-то перестали сильно дорожить. То есть они говорят, чем плохоньки, уже лучше никакого. Вот такая тенденция. Вот это только так говорится. Но по факту это так не происходит. Потому что у нас в России очень, ты чувствуешь себя неважно, ну так скажем, в обществе, если ты, как бы, ну не замужем, одинокая. И это твой статус как бы, вот да, здесь этого нету. С дефектом. Да, да, вот точно. Здесь как-то этого нету. И вот насчет того, что, в принципе, здесь каждый живет своей жизнью, я опять же говорю, что я не знаю, как другие семьи. Но вот здесь я вот с этим же тоже столкнулась. Я приехала, и я думала, что все. Вот у меня будет, допустим, такая семья. Все мы вместе там. Интересы вместе. Кушать вместе. Прямо как школьница развить осталось. У меня второй брак такой был. Я как бы по инерции думала, ну вот беды и радости вместе. Хотелось такого. Я как бы с этим шла. И я как бы жила с этим. У меня все равно и родители там. Ну вот такой вот брак в моем понимании был. И вот сюда, когда я приехала, я так удивилась. Это я столкнулась кушать, допустим, вот ужин с американцем. Я не знаю, как у других. Вот у меня вот так в семье. Он у меня спросил, ты будешь кушать? Я что-то там. Да, я не знаю. Ну не будешь, не будешь. Раз пошел, Владимир достал, поел, сел. Как бы не хочешь, не хочешь, нет никакого навязывания. Я думаю, да я в России так никогда бы не села кушать. Да я бы уговорила мужа покушать там. Ну вот вместе как бы это такое, динер там. Это от семейных традиций. Здесь тоже есть такие, что семьями собираться. Может быть, да. Ждут как-то. У меня вот сейчас в семье такого нету. Я как бы приняла такой образ жизни. Я поняла, что на мужа вообще нельзя давить своими какими-то интересами, своими вот претензиями. Ну вот такими вот нячами. Вот он, например, пришел с работой. Что он будет делать? Во-первых, он приходит когда с работы. Он приходит рано в 4, пол пятого. Я уже тоже знаю его график. Он в 5 часов выезжает из дома. Он в 4 утра встает. Ой-ой-ой. Да. И я уже тоже знаю. У него работа связана с большим количеством людей. Много общения. Он помолчает? Да. Я сначала думала, мы говорить будем много. Он приходит с работы. И все. Он приходит и я вижу, он как бы вот погружается в себя. Где-то час-полтора. Ему надо спортивные игры в компьютере посмотреть. Вот как бы. Но он не будет спать днем, например? Нет. Он не спит. Так посмотри, во сколько он должен лечь спать, чтобы прошел с рано? А мы уложимся рано в 9, пол десятого, в 10. И ты тоже? Да, я к этому графику пришла. Ты встаешь уже в 4 утра? Я в 5 встаю. Как он уходит, так он встает. Да. Он уходит. Завтраки я ему не готовлю. Меня тоже спрашивают. Вот допустим, в России как-то, ну вот мужу завтрак, да, нужно приготовить. Ну, есть такое. У меня спрашивают, ты встаешь, готовишь ему? Я говорю, нет. Я один раз попыталась. Встала там, начала с этими тарелками ходить. Я его раздражать стала. Он прибег один, да. Он уже привык к этому. Это его рутине. То есть он долго жил до тебя в одиночестве? Он всегда жил один. Всегда жил один. Как же он женился в таком возрасте? А он не женился, да? Потому что он испугался. Он не женился, что ли? Нет, женился. Тут нельзя, ну если бы я не вышел замуж, я бы нелегально находилась и поведенилась. Нет, она, она другая. А, на тебе он женился. Да, нет, нет, там только ребенок. А то он не женился от кого ребенок. Нет, я все время говорю, это вот тоже такое заблуждение, что американцы такие эти дурочки. Женщина приедет и вот так вот. Это омчик, продуманные люди. Очень. Они все считают. Они знают, как зарабатываются деньги. Но с нашими любимыми могут и прочитаться. Могут. Я не говорила. Такого немного. Наши девушки перехитряты. Да, может быть. Но это хорошо, если не такого она пойдет. К сожалению, вот я сейчас статистику вот этих вот всех комментариев всего, и очень много приезжает на девочек, которые несчастны. Оленька, такой вопрос есть. Из десяти, наверное, семь. У нас на самом деле много девчонок, которые замужем с американцами, а было время, тут была организация, называлась Lifetime Partners. Не знаю, куда они делись. Но там хозяин был женат на нашей девочке. Такая у нее классная Лариса. Лариса, она такая высокая. Так я вот недавно встречалась у подружки, она на день рождения была. И он симпатичный, и она такая красавица. Он поет. Она вообще очень высокая такая. Они оба совершенно потрясающие. Он по-русски говорит немножко. Я не помню. Я просто однажды поехал к ней в гости. Они где-то жили туда, за Сан-Франциско, на север, там типа ферма у них какой-то такой. И там было два десятка пар смешанных, русско-американских, с детками, такие веселые. Там было очень классно у них. Но просто я что хочу сказать, что у нас было много девчонок, которые так замуж выходили. И вот грубо говоря так, если ты встретил американца где-то по жизни, это одна история. На хорошие семьи, нормальные, все путем. Если он едет куда-то в Тверь, они из Твери брали, значит и там отбирает, их перепробует на месте. На следующий год приедет, опять перепробует. Глядишь там на комнату жениться, ему там 45, девочки 20 и так далее. И вот я хочу сказать, при том, что девчонки в основном были настроены именно на создание семьи, это редко удавалось. И бывало, что и поколачивают, и бывало, что там по-всякому. Но очень маленький выход был именно хороших семей. Вот из того, что я видел, было много. Но вот, как сказать, ты говоришь о ней, многие несчастливы. В том плане, что получается, это вот как, вроде, познакомилась, такой свет в туннеле увидела, вот этот вот замуж в Америку, все, ты приезжаешь, вернее, ты переписываешь, думаешь, ну, стерпится, слюбится, как у нас вот говорят. А приезжаешь, и все два года эти становятся, ну, как бы каторгой. Потому что, вот я так пробила статистику вокруг себя, из десяти женщин семь уходят от мужей. Или разводятся они, потому что не могут жить. Вот эти два года они, как двадцать лет, наверное, прожиты. Это жена терпеть рядом с тобой человека, которого ты вообще не воспринимаешь. Это может еще у меня просто. Но они не заняты чем-то, и они приезжают, их должны содержать, и все. Вообще большинство, как бы, женщин приезжают и думают, что сейчас приедут, и все. Ну, сядут на шею. В коммунизм. Да. Ну, так это же проблема. А оказывается, да не все. Попробуй сядь американцу на шею. Это не так просто. В том плане, конечно, ты будешь как бы жить, но это страна соблазнов. Здесь ты все хочешь попробовать, здесь ты все хочешь купить. Американец уже, он всего этого наелся. Ему не надо там вот этих вот брендов там, я не знаю, кучами еды вот этой. А тебе все это хочется, и поэтому на это же нужны деньги. И что он будет тебе там давать? Эти миллионы, чтобы ты ходила там. Ну, хорошо. Дело в том, что просто, я думаю, ну вот есть что-то такое, зная что, да? Можно, скажем, было бы резко сократить количество вот, допустим, несчастных таких судеб, когда она фактически не в такую, не в добровольную проституцию идет, а все-таки она создает семью, которая будет семьей. То есть, может быть, а у них что-то, какое-то тотальное непонимание вообще? Вот мне кажется, что еще много идет, конечно, от того, что приезжают и очень многого ждут. И вот эти разочарования, вот это вот, оно как бы тебя начинает муж раздражать, допустим. Если она приехала, да, женщина, она думала, что сейчас он повезет ее по всем магазинам тут, на курорты на все она будет ездить. Ну, вот как бы, а приезжают, они сидят в доме. Вот я знаю девчонок, которые приехали, особенно северные штаты, где снег, как у нас в России. Они сидят по полгода больше, по восемь месяцев дома, и американцы не делают документы. Естественно, у нее ничего еще нет, она не может туда выехать. Почему не делают? А потому что вот всякие ведь люди есть. Ну да. И надо плюшить. Сразу ни к кем не попадают. И поэтому, естественно, человек начинает тебя раздражать, раздражать. Ты хочешь куда-то поехать отдохнуть, там насмотришься опять этих блогеров. Куда-то там поехали, а он сидит как с ног. Ну вот так вот. А ему это не надо. И все. И вот он начинается. Такой вопрос. Вот все-таки есть места, где тусуются девчонки, которые хотели бы замуж выйти за американца. Вот есть форумы там, Ева.ру, да, вот такие. Тебе там достаются? Ну я ведь не знаю. Ну то есть теперь... Ой, я знаю, но как бы этот, как его, господи. Форум невесты я все время. Да, да. Это единственный раз, когда я залезла туда. Это русские? Конечно. Российские. Они, кажется, тебе там косточки перемывают, а ты не знала, да? Я не знала. Мне тоже ссылку принесли. Ну-ка, Пашку эту. Как вы говорили. Я и знать не знала. Я открыла ГОСТ, я там почитала, я закрыла и больше никогда туда не захожу, потому что я очень уважаю этот сайт. Потому что он мне очень-очень помог, когда вот я занималась документами. Там масса девчонок, которые все, этот процесс весь описывают и информации полно. Конечно, моют. Но только я это все не читаю. Нет, это не надо. Давай тогда знаешь, что я скажу? Раз ты вот сказал, что там тебе прислали ребята и так далее. Я хочу сказать, что 99% всякого дерьма, которое на свете происходит, до сознания блогера доходит от того, что есть какие-то люди, которые считают своим долгом, увидев дерьмо, принести его блогеру. Чтобы он порадовался. Да. Или как-то чтобы он знал. А то ему дерьма в жизни мало. Я знаю людей, которые банят тех, просто в бан отправляют тех, кто присылает дурные ссылки. Просто в бан отправляют, потому что им неприятно это. Понимаешь там еще, что получается? Ты когда кликаешь на ссылку, ты же не знаешь, куда она. Ты видишь YouTube, шмутюк, там чего-то. Бук. Если это ссылка на форум, ты хотя бы понимаешь, что это какой-то форум, и ты можешь сказать, что он плохой или хороший. Но когда просто... Там же название не написано. Да, и ты кликаешь на эту ссылку, и вдруг видишь какое-то дерьмо. И ты его не смотришь. Но ты видел название. И зачастую одного названия достаточно. Да. Понимаешь? Поэтому я хочу сказать, что люди, которые хорошо относятся к блогеру, я к нему вот обращаюсь, не присылайте блогеру дерьмо. И так далее. 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 И так далее.